Рассказал вам одну историю, которую рассказывал нам наш шейх, шейх Мухаммад Аль-Арифи. Он из Бану Халида сам, из пра-правнука Хали бен Валида. Известный шейх, знаете, наверное, Мухаммад Аль-Арифи. Он нас акиду преподавал в университете. Он рассказывал, говорит, один раз в Саудовской Аравии, то есть, знаете, в Саудии, вы жили в Саудии, есть мечети, которые строят государства, какие-то королевские мечети, например, Джамин Мал-Халит или Меджин Мал-Сауд. Есть мечети, которые в новый район заселяются, и все жители этого района скидываются, сами для себя строят мечети. Вот такого рода мечети обычно кого? Шейха имама посылают, чтобы он собрал деньги, то, что ему передали, и началась стройка. И один из других шейхов, друзей шейха Мухаммад Аль-Арифи, поехал в новый район, чтобы для того, чтобы собрать деньги и построить там мечеть. Говорит, кто тут самый богатый на улице? Говорит, есть один. Это, братья, прослушайте эту историю, это живая история. То есть, это примерно лет 25 назад было. Это живая история, это в наши дни произошла. Приехали, говорит, на улицу, говорит, на эту. Говорит, есть один самый богатый, кто в том доме живет, но к нему не иди. Почему? Он никогда не даст денег, ни копейки не даст, ни одного реаля, не даст нам постройку мечети. Подожди, говорит. Опять же, говорит, Аллах, что, говорит, на тебя только донести. Дас, не даст, Аллах, решит. Давай донесем, давай спросим, давай скажем. Постучались в дверь. Он говорит, он всю жизнь в Америке жил, такой там жил, там бакалавр, магистратуру, докторскую закончил. То есть, такой либералист. Постучал в дверь, выходит его рабочий из Бангладеша. Он говорит, позови хозяина. Он возвращается в дом, слышит, говорит, голоса, выходит, говорит, его нету дома. Он говорит, что ты обманываешь? Я услышал, говорит, он дома, говорит, позови его, говорит. И потом он выходит такой, это человек с бородой, то есть, в таком... Он такой, что ты, говорит, что тебе надо, говорит. Это хозяин дома. Говорит, он еще говорит, что ты хочешь, чтобы я с вами намазу ходил, читал. Говорит, я думаю, читаю. Думаю, что вы к намазу, говорит. Я тебя не к намазу зову. Говорит, читай, пускай Аллах приемель. А что ты хочешь, говорит, тогда от меня, если не хвалить меня зовешь? Мы, говорит, у вас на улице мечеть хотим построить. У вас тебя хотим начать. Сколько сможешь на пути Аллаха, Субхану Атану, дай. Он говорит, ааа, мечеть, говорит. Я так, говорит, протяни руку. Протягивает руку. Он делает вид, что, как будто полез за купюру в карман. Он, говорит, я только протянул руку, он плюнул ему в руку. Представляете? Плюнул ему в руку и говорит, какая мечеть, говорит. Меня на соседней улице Азан, говорит, утром будет. Я не могу потом плохо весь такой, раньше времени на работу просыпаюсь. Ты, я дурак, что ли, у себя на улице еще мечеть стараюсь? И, представляете, вот в этот момент, вот чуть-чуть остановимся от этой истории. И давайте каждый сам, Шейх Заур, я хотел бы, чтобы вы сами себя отпросили, чтобы я сам себя отпросил. Вот если бы такая ситуация с нами, что бы мы сделали? Я думал, я, наверное, умыл, ударил бы его, наверное, как минимум, наверное, тоже ему в лицо плюнул. Но у этих людей химмету-ль-Али. У них выше стены. Вот это и есть джават. Они призывают к Аллаху, Субхану. Они не хотят разобраться, не хотят поругаться, не хотят, так скажем, разрулить и разрешить этот момент. Они хотят построить дом Аллаха, Субхану. И он что говорит? Я тогда подумал, говорит, он мне плюнул в руку, говорит. Пророк Мухаммад, саллаху, сказал, суррату льму, у меня шифа, верующего, слюна, это исцеление. Какой бы никакой, он все равно мусульманин. Я взял, говорит, ради Аллаха. Взял, говорит, и протер свою бороду. И сказал, Это ты плюнул в мое лицо. А что ты положишь в лиг Аллаха? Представляете. Это ты в мое лицо плюнул. Хорошо, я перетерпел. А в лицо Аллаха что положишь? В лиг Аллаха. Какой бы ни был отдаленный от Аллаха, есть понимание, гнев, проклятие. То есть он, как будто его током ударил. Говорит, взял его, говорит, обнял. Можно, говорит, зайди домой, говорит. Как будто, говорит, его током ударило. Вот это одно слово. Одно слово, одно действие. Взял, что положили к Аллаху. Какой бы он ни был далек, он не плюнет туда. Напугается тут сейчас его, тут же его наказание может Аллаха, Субхану, Атех, настечь. Зайди в дом. Зашел в дом, садись. Поможешь, говорит, чай налей, кофе налей. Чай, говорит. Говорит, шейх. Я уже шейхом стал. Давно не каялся. Давно Тауба не просил Аллаха. Говорит, сколько нужно на постройку мечети? Он говорит, Человеку, который тратит на путь Аллаха, нельзя указывать, как, сколько, что. Это желание должно быть. Сколько сможешь, столько дай. Ну, думаю, сейчас, может, тысяча реалов даст, пятьсот реалов даст. Говорит, сколько стоит постройка мечети? Я спрашиваю, полностью сколько стоит? Говорит, пять миллионов реалов. Тут же выписывает чек, раньше в банке, на пять миллионов реалов. Валлахи. Тут же выписывает на пять миллионов реалов. Чек, говорит, ни у кого не проси. Я сам мечеть один построю. Ни у одного соседа не проси. На пять миллионов реалов. И свой телефон оставляет. Говорит, если вдруг не хватит, клянусь Аллахом, я тебя судно-день спрошу, если ты меня, говорит, не дашь такую возможность, если ты меня обманешь. Клянусь Аллахом, не хватит этого. Мне только звоним. Больше никого не звоним. Я полностью хочу построить мечеть. Дай мне возможность. Говорит, Субханаллах. И этот человек, говорит, представлено приезжал, следил за стройкой мечети. И когда следил за стройкой мечети, я смотрю, как у него уже борода уже начала появляться. Ащаид, то, что этот человек до сих пор, Аллаху алим, я не знаю, жив или нет, но я у шейха спрашивал где-то, когда я ездил, в 2000-е, когда я в Москве был, после этого я с шейхом встретил, спросил про того, как он, говорит, он до сих пор на первом ряду намаз читает. То есть это где-то в 2014-2015 году в Риаде, когда я был, я спросил, он говорит, Аллаху альдай, Аллаху альдай, он жив, наверное. Но суть в том, что он полностью следил за стройкой, достроил мечеть, полностью один он только, он проспонсировал строительство мечети, и в первом ряду, с того времени, на первом ряду эта мечеть, как открылась, постоянно утренний намаз, он читает на первом ряду. Вот это вот связано с садыка, с закатом, и опять же, наверное, это указано на то, что Аллах все может. И если мы правильно полагаемся на Аллаху, правильно подбираем слова, правильно показан свой нрав, и вот видите, как одно слово может перевернуть все, и сердца, и понимание, и альхамдуллах. А если бы даже, например, скажем, если бы он плюнул, подрался, ничего бы не изменилось. Поэтому это есть тоже ассабру лиллях, тоже именно когда мы должны иногда терпение проявлять ради Аллаха, и какие-то вещи, когда в да'вате, самое главное, вот мы тоже, нам тоже бывает, говорят какие-то слова, которые неприятны. Бывают какие-то, может быть, вещи, которым ты, может, там непричастен, но тебе говорят, то, что тебе хотят, кто-то тебе такой ярлык пишет, кто-то еще что-то. Мы не должны на это обращать внимание. Наши должны высшесть, именно наш смысл жизни, то, что имя Аллаха, слово Аллаха должно превыше всего. И на этом пути будут, как и пророку Мухаммаду, обзывали кахин, сахир, кадзаб, и так далее. Его называли и предсказателем, его называли и колдуном, и обманщиком, и маджнуон. «Ва махуа би кавли ша'ин», «Ва махуа би кавли ка'ин». Аллах Субхану говорит, это не слова, говорит Ка'ин, Аллах сам же его защитил. Если у нас будет именно высшее вот это вот понимание, для чего мы здесь, к чему мы призываем, что мы хотим, какая наша основная цель пребывания в этой жизни, и будь искренне перед Аллахом Субхану Ва Та'але, и будем вещи, которые лично нас задевать, они не должны. Аллах сам нас защитит, иншаля. Аллах Субхану Ва Та'але покажет тем людям, где они правы, где они правы. Но главное дело, мы должны это все делать ради того, чтобы имя Аллаха было превыше всего. Имя Аллаха Субхану Ва Та'але, слово Аллаха, речь Аллаха Субхану Ва Та'але было превыше всего остального. Аллаху Аля.